МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бивикова. Сегодня мы расскажем. Почти 36% гродницев прошли полный курс вакцинации. Активно идет ревакцинация. В Гродно прошла открытая приемная для бизнеса. Почему такие встречи важны? С днем рождения! Предприятие Гродно Азот отметило свое 58-летие. Извещатель в каждый дом. В Гродно проходит акция по предотвращению пожаров в жилых домах. Лучшие сексофонисты Беларуси снова на одной сцене. В Гродно прошел фестиваль «Саксофониана-2021». Новые данные по коронавирусу опубликовало Министерство здравоохранения. Прирос за сутки 1312 новых случаев. Больницы начали выходить из ковидного режима. Напомним, в Гродно были перепрофилированы 7 учреждений здравоохранения. Полностью к обычному режиму вернулась 4-я клиническая больница. В ближайшее время постепенно будет переходить сначала Гродненская университетская клиника, затем клинический кардиологический центр. По-прежнему медики рекомендуют пройти вакцинацию. В наличии имеются российский спутник Ви и спутник Лайт, китайский Вероцел. Сейчас привиться можно в поликлиниках, а также в торговых центрах Тринити, Олд Сити и Корона. Напомним, даже после прививки медики рекомендуют носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептики. На сегодняшний день в городе Гродно первым компонентом привито 42,8%, вторым компонентом привито 35,7%, спутником Лайт привито 8054 человека. Хороший идет прирост вакцинации спутником Лайт. На ревакцинацию достаточно активно идут сейчас люди, которые вакцинированы были до мая месяца, то есть через 6 месяцев они приходят. Пока в большинстве случаев на ревакцинацию приходят люди с хроническими заболеваниями из старшего возраста. Они, как правило, выбирают спутник Лайт. Вместе с тем, по данным ВОЗ, новый штамп омикрон выявлен в порядка 40 странах. По данным Минздрава Беларуси, наша страна не входит в этот список. В ближайшей России выявлены два привозных случая заражения. Однако новый вид вируса заставляет властей Европы ужесточить санитарные меры и ввести иные правила въезда. Наличие отрицательного ПЦР-теста даже при условии вакцинации, а также обязательную самоизоляцию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 115 лет отмечают Белорусский профсоюз работников здравоохранения в этом году. К юбилейной дате на Гродничине решили объявить творческий марафон среди фармацевтов. Итоги конкурса авторских работ уже известны. В техниках и жанрах участников не ограничивали. Условия поставили лишь одно – отразить увлечения членов профсоюза с отсылкой к профсоюзным делам. В конкурсе приняли участие 9 человек. Всех, кто решил продемонстрировать свой талант, поощрили денежно. А лучшую работу передали в кабинет истории аптечного дела Гродничины. Кто-то сделал картину в виде поделки, кто-то связал крючком, кто-то сделал картину из дерева. Победительницей этого конкурса у нас стала Тананка Татьяна, провизор-инспектор оргфарма дела. Картина представлена в виде на деревянном панно «И прошлое, и будущее». Именно она раскрывает смысл весь нашего профсоюзного движения. Сегодня в областной организации трудятся более 300 работников, а состоят в профсоюзе почти 40 тысяч человек. Среди них учащиеся колледжи, студенты медицинского университета и, конечно, врачи. Наниматели профсоюз всячески поддерживают занятия работников творчеством. Нормы коллективного договора стимулируют к участию в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Движение активно развивается, не забывая о главной функции. За этот период разные были моменты, но основная задача, наверное, профсоюза сегодня помогать сотрудникам как материально, так и поддерживать дето и психологически. Но основное, наверное, вопрос – это защита их прав и требований, которые они сталкиваются на рабочих местах. Ситуации разные бывают, когда приходится включаться в профсоюз и по защите где-то в наказание или отмене каких-то контрактов или что-то еще. Поэтому все это – работа профсоюза. Кадровый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня дал согласие на назначение руководителей республиканских органов государственного управления. Елена Кроткова назначена на пост первого заместителя министра здравоохранения. До этого она возглавляла Гродненский государственный медицинский университет, а ранее была начальником главного управления здравоохранения Гродненского облсполкома. Кто станет ректором медицинского университета, пока не сообщается. Как открыть бизнес и как решить волнующие вопросы по текущему предпринимательству? В Гродно прошла открытая приемная для бизнеса. Это своего рода диалог между предпринимателями и представителями различных структур. Каждый желающий смог получить консультацию по имеющимся вопросам у специалистов Фонда социальной защиты населения, землеустроительной, пожарной, налоговой и других служб и ведомств региона. Кроме того, представители бизнеса смогли поднять проблемные вопросы и внести свои предложения. Мероприятие оправдало себя сразу, причем конкретный вопрос, допустим, к налоговой инспекции. Исключительно специалист налоговой службы компетентно разъясняет все нюансы, все тонкости. Вопрос, допустим, к финансированию, то есть где возможно какой кредит взять, где дешевле, где дороже, какая государственная финансовая поддержка. Кроме того, помимо вопросов, еще люди приходят с определенного рода проблемами, которые по каким-то разным причинам невозможно решить без, допустим, привлечения двух, трех, четырех специалистов. На таких мероприятиях собраны специалисты, представители практически всех служб области. Это последняя встреча подобного рода в этом году. Ранее похожие прошли в районах области. За консультациями обращаются минимум 50 человек, в основном без предварительной записи. Исключение – случаи, требующие досконального изучения и рассмотрения сразу несколькими представителями тех или иных структур. Преимущественно обращаются начинающие бизнесмены. Это помощь в составлении бизнес-плана, вопросы налогообложения, идеи для стартапов. Я собираюсь заниматься продажей посуды, открывать магазин, поэтому мне нужно было уточнить, как именно маркировать и что указывать в этикетках на товаре. На данный вопрос мне ответили в полной мере, предоставили необходимую информацию, которая актуальна на данный момент. Поэтому полностью ответили на мой вопрос, удовлетворили требования. 3 декабря предприятию «Гродно-Азот» исполнилось 58 лет. Праздник «Азотовцы» отметили ярким концертом, который не только объединил коллектив, но и показал, на что способны работники «Гродно-Азот» вне производственного процесса. Наша съемочная группа побывала на дне рождения предприятия и отметила праздник вместе с ним. Как это было, расскажем в следующем сюжете. День рождения «Гродно-Азот» – это общий праздник каждого работника, ведь самый ценный ресурс предприятия – люди. Все «Азотовцы» – это квалифицированные специалисты и профессионалы в своем деле. Аппаратчик Евгений Легенчук – один из них. День рождения «Азота» он отмечается своей семьей и, сидя в зале, очень волнуется, ведь на сцене с танцевальным подарком для всего коллектива выступает его дочь. Хочу поздравить своих коллег, всех ветеранов труда, сотрудников. С праздником пожелать крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой, ну и, конечно, высоких стабильных зарплат. К слову, «Нагродно-Азот» работает 30 семейных династий, а в целом около 10 тысяч человек. Каждый год предприятие увеличивает свои мощности благодаря слаженной работе своих сотрудников, которые ежедневно трудятся на благо общего дела. Коллектив «Азота» – это сегодня единомышленники, люди, которые объединены одной общей задачей – это улучшение работы предприятия, получение прибыли, ну и, соответственно, рост заработной платы. Я желаю вам всегда с радостью приходить на работу, получать удовольствие от общего дела, горой стоять друг за друга, и когда мы вместе, нам не страшны никакие беды и невзгоды. Поздравляли «Азот» 3 декабря не только нынешние сотрудники, но и его ветераны, а их на предприятии – более 2,5 тысяч. Переемственность поколений, сохранение и приумножение традиций – это одна из главных миссий предприятия. «Гродно-Азот» является одним из крупнейших химических предприятий страны, и за годы своего существования стал опорой не только своим сотрудникам, но и всему городу Гродно. Что можно пожадать за воду? Как трубы дымели, как люди гроши получали, Как у него все спорилось, и копьен дымел еще долго-долго, и не имел никаких проблем. Это пожадание от ветеранов. Праздничный концерт, к слову, был одновременно и конкурсом «Лучший голос Азота-2021». В нем единогласным решением судей победителем стал Геннадий Яколцевич, а завершил праздник большой именинный торт и теплые слова поздравления. Это довольно-таки значимая дата. 58 лет мы на рынке, скажем так, минеральных удобрений, рынке Капролоктама, и довольно-таки успешно мы находимся среди наших конкурентов. Мы всегда, Гродно-Азот всегда славился своим качеством. Мы всегда будем повышать уровень своего технического развития, несмотря на любые движения в мире, любые движения в стране, несмотря на никакие факты. Мы всегда будем стремиться быть первыми. Мы останемся первыми. Наталья Емельникова, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. Более 150 беженцев получили медицинскую помощь за весь период пребывания в Гродненской области. Сейчас в больнице находятся 10 детей и четверо взрослых. В перинатальном центре наблюдают беременную женщину. Об этом сообщила глава областного профильного ведомства Людмила Кеда. Уже почти месяц продолжается кризис на белорусско-польской границе. Группа мигрантов по-прежнему остается в транспортно-логистическом центре недалеко от пункта пропуска Брузги. Они ждут разрешения ситуации и не намерены возвращаться домой. Белорусская сторона регулярно поставляет в кризисный центр гуманитарную помощь. Представители ООН доставили тысячу одеял. Ежедневно туда приезжают волонтеры, местные власти и общественные организации. Напомним, мигранты просят организовать им гуманитарный коридор, чтобы попасть в Германию. Часть из них решили не дожидаться и самолетом из Минска вернулись на родину. С 4 по 12 декабря в Гродно проходит акция «Извещатель в каждый дом», нацеленная на предотвращение пожаров в жилищном фонде. Большинство возгораний, говорят спасатели, происходит, когда человек спит и не слышит запаха дыма. Предотвратить несчастные случаи и впоследствии трагедию можно, соблюдая простые правила безопасности. В первую очередь установив в своем доме пожарный извещатель, который сможет подать сигнал в чрезвычайной ситуации. Квартиры в домах нового типа изначально оснащены этим техническим средством, и хозяевам таких помещений остается лишь следить за их исправностью. Но даже с этим возникают проблемы. Заменить батарею многие забывают, а потому прибор становится непригодным уже через несколько месяцев после покупки. Статистика свидетельствует, что только в Гродницкой области, благодаря сработке АПИ, за последние 10 лет спасено более 200 человек. Из них 40 детей. Особый акцент сделан на дома безработных и злоупотребляющих спиртными напитками граждан. Работники органов и подразделения по чрезвычайным ситуациям проводят индивидуальную инструктивно-разъяснительную работу по установке автономных пожарных извещателей и проверке их работоспособности. За 11 месяцев этого года смотровые комиссии уже посетили порядка 13,5 тысяч домовладений с проверкой наличия и исправности пожарных извещателей. За этот же период Гродницами было установлено более 4 тысяч подобных приборов. В эти дни спасатели усилят контроль. За один день специалисты планируют обходить не меньше 10 домов и квартир. Спустя три года лучшие саксофонисты Беларуси снова собрались на одной Гродинской сцене. В городе Наднеман прошел шестой фестиваль инструментальной музыки «Саксофониана-2021». Там прозвучали самые знакомые и детям, и взрослым мелодии советских и зарубежных мультфильмов. На концерте и за его кулисами побывала наша съемочная группа. В этом году «Саксофониана» собрала любителей инструментальной музыки всех поколений мультфильмов, начиная от старых советских «Ну погоди» или «Трои с постаквашина» и заканчивая обожателями современной зарубежной мультипликации. Кулис откроется всего через несколько минут. Оркестр уже в полной боевой готовности. Ребята готовились к этому событию всего три года. Зрители ожидают 17 номеров. О том, что этот концерт станет одним из самых лучших в нашем городе за последний год, не стоит даже сомневаться. Матвей Худык и Арсений Тимошко дружат уже давно. Среди общих увлечений – игра на саксофоне. В этот раз ребята исполняют всем знакомую мелодию из мультфильма «Розовая пантера». До выхода на сцену у них остается меньше получаса, и скрыть волнение уже сложно. Однако юноши с этим справляются виртуозно, почти как и с игрой на саксофоне. Мне нравится звук саксофона, он изысканный, можно сказать. Не старый инструмент, как труба, как что-то новое. В саксофоне я участвую впервые, а на таких больших, ну, может, раз в годик. Очень сложно играть вдвоем надо, чтобы было созвучие идеальное, чтобы инструменты хорошо строили. Это очень сложно, и надо вместе долго тренироваться. Испытываю, конечно, волнение, все-таки сцена, людей много. У ребят сложная задача – выйти на сцену одними из первых и открыть фестиваль. Этот год для саксофониан и стал юбилейным во всех смыслах. Во-первых, прошло ровно 10 лет с открытия первого фестиваля в Гродно. Ну и, конечно, в 2021-м мир отмечает 180-летие со дня создания саксофона, инструмента, который в эти дни является незаменимым в любом оркестре. В добрых традициях саксофонианы приглашают на фестиваль музыкантов всех возрастов и уровней подготовки, чтобы обеспечить преемственность между музыкальными поколениями. Например, на этом концерте выступили 40 исполнителей и музыкантов. Это и Минск. 10 участников ансамбля саксофонов из 10-й школы города Минска под управлением Анны Тереховой. Это детки нашей первой музыкальной школы Семеняка будут играть с оркестром. Это, собственно, наш оркестр. Это традиционный наш гость, гродненец Александр Кравчук и Дмитрий Моспан. Своих девочек к фестивалю готовила и Татьяна Стецкая. Ее исполнительница как раз волнуется меньше всех. Все же опыт выступлений весьма внушительный. Сегодня выступают 4 девочки из моего ансамбля «Роскоша». Это выпускная группа. В этом году уже учебном у них выпуск. Готовились мы долго. Номера готовятся долго, продолжительно. Тем более работа с оркестром. И, конечно, выступление с оркестром – это достаточно непросто. Требует определенной подготовки. И благодаря этому учащийся получает колоссальный опыт работы не только в ансамбле, но еще и с оркестром. Центральной фигурой концерта и главным героем стал, безусловно, саксофон, а точнее люди, которые на нем играют. Однако, помимо музыкантов, на сцене можно было увидеть и вокалистов, которые исполнили известные саундтреки из мультфильмов нашего детства. А мы напоминаем, что журнал «Гродно» можно читать не только в кафе и ресторанах города. Также, возможно, подписка. Оформить ее можно на сайте Белпочты или в любом отделении, а также в гродненском филиале «Руббелсоюзпечать». Стоимость на один месяц порядка 6 рублей. Подробную информацию о подписке можно найти на сайте нашего телеканала. Журнал «Гродно» – это более 50 страниц эксклюзивной информации о любимом городе, интересных персонах и значимых событиях. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин